всем привет с вами евгения чуйкина вы смотрите дорожные мысли я наконец-то собралась со своими мыслами после всего произошедшего здесь со мной в колумбии и в сегодняшнем выпуске вам расскажу о 10 лайфхаков в этой прекрасной стране первый лайфхак это безопасность но дар пападжи не выпендривайся будь проще оставь все свои купюры дома айфоны часы слитки золота слитки на шее будь проще одевайся проще дело в том что в колумбии в историческом центре обитают различные бомжи карманники а наркошпана которая так и поджидает наивных гринго которая делает фоточки на iphone и через пять минут у вас этого айфона уже не будет итак одевайтесь проще берите с собой копию паспорта оставьте его лучше в отеле возьмите с собой в путешествие маленький маленькую камеру sony либо не знаю как цифровой обычный фотоаппарат и либо вот такую маленькую gopro которая собственно которую можно легко спрятать а также всегда носите рюкзак спереди да чтобы у вас ничего не вытащили а также не берите с собой крупные купюры лучше вы разменяйте их и кладите их в разные места что если на случай вас обворуют у вас украдут кошелек не совсем а у вас будет еще наличка время в кармане девушкам на заметку что можете прятать деньги либо даже телефон в бюстгальтере здесь это практикуется но делать этого я конечно же не буду будьте всегда на чеку и вперед исследовать просторы земли эльдорая лайфхак номер два испанский язык колумбия как и большинство латерноамериканских стран не говорит на английском языке а уж тем более на русском здесь говорят на своем местном испанском поэтому перед путешествием заготовьте парочку фраз для местных жителей для того чтобы не потеряться и чтобы ваше путешествие прошло легко полезная информация так самый стандартный диалог который вам пригодится при его приезду в колумбию конечно же приветствие на испанском привет звучит как оля затем кому и стас как дела muy bien хорошо а куалесту номбре как тебя зовут не номбре с меня зовут коде улица куанта куэста сколько стоит аэропуэрту аэропорт рико вкусно gracias спасибо и можно еще добавить donde esta где я нахожусь в случае если вы потеряетесь пожалуйста таким набором фраз вы легко освоитесь в этой стране а также расположите к себе местное население не забывайте что а испанский читается также как и пишется но и никто не отменял жесты и мимику поэтому улыбайтесь и смело путешествуйте по колумбии лайфхак номер три это одежда берите на все случаи жизни вот посмотрите я живу южной америке я сегодня в джинсах и в ветровке вот это да а это значит что горы диктуют свои правила колумбия находится на возвышенностях ант поэтому если город стоит на горе как богата то здесь будет все три времени года за один день если же город в низине находится либо на побережье то там будет жара поэтому для столицы приготовьтесь по осенне и весеннему надев кожаную куртку джинсы шарф обязательно зонт либо дождевик непромокаемую сумку либо рюкзак и осенние ботинки очень важно отметить что несмотря на облачность столицы солнце здесь очень опасная поэтому всегда мажьтесь солнцезащитным кремом если бы я мог дать вам только один совет на будущее он был бы как раз про солнцезащитные кремы и если вы едете на побережье то принимайте таблетки тиамина которые помогут от комаров и таких как зика чикунгунья и другие поэтому вы всегда будете защищены лайфхак номер четыре жилье где же жить когда вы едете в южную америку забудьте про принцип самое лучшее жилье это в центре вспомните кто живет в историческом центре в южной америки поэтому лучше обратить внимание на спальные районы в богате например это север такие районы как cedritos rosales парки 93 ница это в хорошие районы вполне себе приемлемыми гостиницами однако стоит помнить что вся колумбия делится на эстрату это класс от одного до шести то есть в первых двух живут от трущобы 3 4 средний класс 5 6 это богатый и собственно как вы видите все что в горах да все что самые высокие здания сейчас они находятся в такой дымке это самый богатый район естественно там жилье будет гораздо дороже услуги то коммунальные тоже дороже но и безопасность вам обеспечена я надеюсь поэтому здесь уже зависит от вашего бюджета если же вы вполне себе можете позволить то есть жилье среднего класса то тогда смотрите в районе чепинеро в районе дороги эль дорадо которая идет на аэропорт собственно вот там видно наверно мой офис не знаю а вот эта дорога на эль дорадо в этом районе тоже достаточно хорошие гостиницы и безопасно принципе открываем booking и смотрим лайфхак номер 5 правило солнце я его назвала помните что в колумбии просыпаются очень рано здесь дети из школы уже в 6 15 первый урок рабочий день начинается с 7 утра но и завершается день в 6 вечера когда солнце садится поэтому если вы планируете свою экскурсию вечером то я вам этого не советую лучше совершайте все прогулки по городу днем при свете дня а так как вечером у город засыпает и просыпается мафия вот собственно то же самое происходит здесь а вечером желательно сеть в каком-то баре либо торговом центре где людно но не ходить по пустым улицам особенно одному и либо в центр не стоит соваться точно чем черт не шутит пока не пошел дождь лайфхак номер 6 это транспорт в колумбии богате в частности достаточно дешевое такси в среднем 5 долларов по городу замечательно однако есть определенные правила все такси в богате а желтого цвета ловит их просто рукой и садятся говорят адрес либо показывают на листочке а у каждого такси еще отчик который показывает километраж и время вот здесь нужно быть аккуратным потому что очень любят обманывать туристов включается счетчик от двух тысяч девятьсот он начинается после того как он останавливается по вам показывается цифра например 10 тысяч это не значит что вы должны платить 10 тысяч есть определенная карта которая показывает цену если у вас показывает 10 тысяч вы платите 8 200 однако существует правило праздников когда в праздники добавляется еще 2000 правило вечера после восьми вечера еще 2000 и правило аэропорта дорога в аэропорт всегда дороже хочешь улететь плати еще на три тысячи больше эту страну погубит коррупция когда если вы отправились путешествие на побережье там счетчиков такси нет поэтому вам стоит договариваться заранее с таксистом о цене до вашего отеля или до местного назначения будьте аккуратны используйте также жест их улыбку и пишите на листочке если вы не владеете испанским но для обычных бэкпэкеров существует система общественного транспорта можете воспользоваться трансмилленио это красные гармошки которые ездят в агате по отдельной дороге соответственно нет пробок это это автобусы ctp или сип синие автобусы которые ездят по карточкам либо это автобусы коллектива которые такие старые вонючие развалины которые вы платите и день наличными но в общем в итоге не безопасно и вас могут увезти куда угодно что касается общественного транспорта то вы покупаете карточку называется она ту джави твой ключ вы покупаете ее на любой станции закидывать деньги и затем расплачивать и удобно на тем что если вы меняете несколько видов транспорта то с вас взимается неполная поездка 2200 песо а например 300 песо за вторую поездку и это очень удобно если вы несколько раз то есть вы меняете маршрут логично не правда будьте очень бдительны в транспорте потому что в общественном транспорте люди воруют всегда держите сумку при себе рюкзак спереди а не разговаривайте по телефону не показывайте свой телефон всегда оглядывайте держите свои вещи карманы потому что здесь очень люди такие с фантазией на воровство и много людей которые продают всякую шнягу в автобусах там от печенек до обложек на паспорт а поэтому эти люди не всегда они честны верить в наше время нельзя никому порой даже самому себе буль-буль-буль время обеда и 7 лайфхак про еду еда в колумбии очень вкусная на мой взгляд полезная и очень разнообразная вы смело можете пробовать все что продают на улице от соков свежевыжатых натуральные до пирожков жареных потому что здесь достаточно стерильно колумбийцы конечно же не соеды они едят очень много мяса самого разного иногда и все вместе но здесь также греет мои души фрукты и овощи которых просто огромный огромное количество разных видов и все всегда свежие натурально сейчас я вам предоставлю список моих любимых блюд которые советую вам попробовать будь добры помедленнее я записываю итак первое это импанас жареные пирожки с рисом иногда они идут либо с мясом либо с курицей и ходят с таким остреньким соусом под названием ахи затем это ауэйна она продается в каждом в каждой кондитерской это напиток а молочный с кокос с кокосом очень вкусный питательный затем натуральный морковный апельсиновый сок а также сок из гуанаваны и маракуи это самые мои любимые соки полезные и очень-очень концентрированный затем суп местный ахиаку который идет с кукурузой и с курицей арепа но арепа бывает в каждом департаменте разное поэтому я вам советую арепу буджа сенси откуда наша семья самая вкусная рыба она напоминает наш творог а чорисо это сосиска самые вкусные сосиски продаются в санта-росси это в кофейном регионе их едят с лаймом затем курица на сковороде то есть это достаточно распространенное блюдо в богате подается всегда с рисом салатом с жаренными бананами платану с фасолью в общем огромные порции а также тамаль тамале личона тамаль это такое блюдо в банановых листьях едят его на завтрак а личона это такая свинюшка разделанная вместе с рисами и с горохом самое вкусное продается в городе ибаге а бандеха пайса это восемь разных или девять я уже не помню ингредиентов продается самая родом она из моделина поэтому лучше есть это и также рис кокосом и рыба и стоит попробовать на побережье потому что делают ее по особому рецепту и она очень очень вкусная порции в колумбии всегда большие поэтому вы можете даже заказать одну порцию на двоих да что вы говорите всегда подаются обедать с супом с соком средняя цена двадцать пять тысяч песо пор на персону данного человека и из мест я вам советую посетить андрес карнедерес ресторан patria ресторан crepes and waffles и конечно же кофейня хуан-бальдес это местная кофе очень вкусная и много разнообразия поэтому все пальчики обвезешь или как здесь говорят ке-де-лисиосу керрика лайфхак номер восемь тоже привезти из колумбии или сувениры чаще всего из колумбии везут это кофе такие марки как хуан-бальдес ома сайжо-рохо агила также везут различные сувениры тканного производства это сумки через плечо пончо гамаки ну и богаты так также а подарки такие как узумруды в колумбии самые лучшего качества изумруды и различные сладости которые не продаются у нас в россии это например бакадиджо арекипе либо либо панелита чё это чё это в общем записывайте название придете и покажете на листочке и вам вам продадут в любом супермаркете либо в аэропорту лайфхак номер девять все касается денег в колумбии местная валюта называется песо колумбийский песо сейчас равен один к трем тысячам то есть один доллар это три три тысячи песо менять лучше в будние дни потому что все что вам показывает курс в интернете он не будет такой в реале в реале менять лучше в торговых центрах ни в коем случае не на улице потому что могут подсунуть фальшивые деньги да и вообще надурить вас могут поэтому будьте очень осторожны и менять можно и в аэропорту хотя курс конечно же ниже и деньги всегда проверять сейчас в колумбии в прошлое с прошлого года ввели новую новый формат валюты то есть новый дизайн поэтому ознакомьтесь с ним в интернете чтобы вам не подсунули старые деньги которые вы не сможете использовать волосы с пушимой а дождик все не начинается значит у нас есть время для последнего 10 лайфхака а я его назвала очень просто улыбка да вот у меня улыбка сглубь брекетами в колумбии кстати это популярно сейчас носить брекеты но не об этом я хотела сказать о том что сколько бы лайфхаков вам вы не слушали про ту или иную страну всегда важно оставаться человеком и и быть открытым к местному населению поэтому местное население всегда очень радушно открытое гостеприимное и будьте вы такими же притягивайте все к себе таких же людей как и вы сами улыбайтесь и располагайте к себе наслаждайтесь ароматом кофе запахом выпечки вкуснейшими фруктами и овощами которые здесь есть богатейшей природой флорой фауны путешествуйте по колумбии это одна из прекраснейших стран для туризма устраивайте свой мозг да на позитив и тогда ваше путешествие будет самым-самым наилучшим и вы влюбитесь в эту страну и может быть останетесь здесь так же как и я ах да пока я не выключила камеру продолжаем смотреть дорожные мысли подписываемся на канал вас ждет много интересного и увлекательного о колумбии и о саморазвитии мотивации с вами была евгения чуйкина всем пока